Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организации Воронежской области составила 47 314 рублей, что на 15% превысило ее размер в соответствующем месяце 2022 года, по данным Росстата. Но местных жителей данная сумма удивляет. Реальными цифрами делились воронежские прохожие. Если по Воронежу вообще, средняя зарплата 30-40 тысяч, не 50. Где же вы видели такую зарплату, интересную, официальную? Средняя зарплата у нас максимум, минимум 25, максимум 40. Кто-то берет больше, кто-то получает меньше, в среднем получается 51. Самыми высокооплачиваемыми считаются работники сферы информации и связи. Зарплата этих специалистов превысила среднеобластную в полтора раза. На 35% выше среднеобластного показателя была оплата труда специалистов из сферы профессиональной, научной и технической деятельности. Сотрудники финансовых и технических компаний получали на 33% больше, чем в среднем по региону. Средняя зарплата в Воронеже в 2022 году составляла 50 770 рублей, а в 2023 – 55 180 рублей. Рост средней зарплаты в Воронеже за год составил 4410 рублей. Местная жительница «Надежда» считает, что для комфортного проживания зарплата на одного члена семьи должна составлять от 50 тысяч рублей. Но среднюю зарплату по Росстату находят преувеличенной. За всех не могу сказать. Ну, в среднем, наверное, многовато. Нет такого. Ну, где-то 30, я думаю, есть. Сбором статистики по регионам и ее анализом занимается Росстат. В него каждый месяц стекаются данные от статистических отделов всех регионов Российской Федерации. Ну, как, хочется куда-то поехать отдохнуть, хочется что-то вкусное купить. Вот, я не знаю, рекламу показывают, у нас все пенсионеры едят камчатскую рыбу. Я со своей, в общем-то, неплохой пенсией себе позволить только могу один-два раза в год. Средняя зарплата – это не фактический, а экономический показатель. Задача статистики – показать, как меняется уровень доходов населения в динамике.